МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Роман Макропола и программа «Время машин» и в этом выпуске вы увидите. Косит ли ловым глазом? Есть ли управа на копытных? Болгарская дилемма. Пилить ли пружины? Бегите, оно вас сожрёт. Это и другие проблемы при покупке подержанного люкса. Бутылочное волшебство. Ремонтируем неремонтируемое. Вот, красиво, красиво. Унесут тревоги вдаль единороги. Содержимое багажников, которое удивляет. Сила, стиль и бессмертие. Как придумать и воплотить мечту. Бывают аварии, которые вводят в ступор сотрудников страховых компаний, инспекторов ГАИ, а главное, водителей. Ну а как тут не растеряться, когда транспортное средство мирно жуёт траву и Невпопад ржёт. Ещё сто лет назад казалось, что окончен гужевой век. Вытеснят кони железные коней с грибами, но нет. То-дам, то здесь брички, телеги и прочие кареты попадают в аварии. Что самое забавное, у водителя кобылы прав нет. Да и коня на учёт в ГАИ ставить не надо. Но соблюдать правила к кучеру 21 века всё равно было бы неплохо. Чаще всего на коня наезжают сзади. Стоп-сигналов на него не установить, он брыкается. Но на телеге по закону габаритные огни обязательны. Бывает и так, что строптивое транспортное средство сбрасывает возницу и самостоятельно прокладывает путь в родную деревню. Коня нельзя застраховать, как автомобиль. Поэтому в случае аварии выплат от владельца повозки придётся добиваться через суд. Так что старайтесь объезжать древнейший транспорт пятой дорогой. Не сигнальте лошадке, она этого не любит. И будьте внимательны, встреча с конями на трассе всё ещё реальность. Тем более на Кубани. Край-то. Казачий. Настало время, когда роскошь дня вчерашнего стала доступна даже студентам дня сегодняшнего. Попробуем сегодня купить дорогую машину дёшево и посмотрим, что из этого выйдет. Бюджет полмиллиона, а вот и наши роскошные претенденты. Всем нам было или будет 18 лет. До 18 лет очень хочется не просто автомобиля. Автомобиль максимально мощный, максимально пафосный, максимально крутой, чтобы все во дворе с ума сошли. Один из возможных вариантов сойти с ума – это Mercedes W220. С одной стороны, может показаться, что покупка 20-летнего S-класса – это просто праздник. Комфорт, мощность и прочие радости люксовой жизни достаются за достаточно небольшие деньги. Но у этой монеты есть и вторая сторона. 220-й Mercedes – это качественный, быстрый, комфортный и в меру красивый автомобиль. Был в период между 1998 и 2005 годом, когда их производили. Годы идут, Mercedes не молодеет и местами начинает болеть. Где болеет – сейчас покажу. 220-й Mercedes не славится стойкостью коррозии. Он гниет. Гниет он везде. Низы дверей, пороги под пластиковыми накладками, передние крылья, заднее крыло, переходящее в полы багажника, полы водителя, полы пассажира – абсолютно везде. За этим надо следить. Это надо смотреть при покупке. Гнилая машина поставит крест на любой идее на ней хорошо покататься. А еще эти машины ездили быстро, поэтому частенько попадали в аварии и на этом, и других экземплярах. С них отваливается краска вместе с целыми пластами шпатлевки. Рай для археолога. Кажется, что на капоте изображена карта Венгрии. Но нет, это не она. Это отваливающийся лак. Дело все в том, что период производства этих автомобилей пришелся на период особенной борьбы за экологию. Машины покрашены специальным самополяризующимся составом, который еще и водорастворимый. Он плохо противостоит, во-первых, коррозии, во-вторых, разнообразным природным катаклизмом в виде дождя и солнца. Машин в нормальной, родной краске практически не осталось. Даже эта перекрашена уже раз, наверное, 5 или 6, и все 5-6 некачественно. Найти машину с хорошей окраской – проблема. Там, за абсолютно лысой передней покрышкой, прячется достаточно надежная и простая передняя подвеска на двух поперечных рычагах. И там же прячется пневмобаллон. Они здесь что спереди, что сзади. Машина полностью на пневмоподвеске. Пока машина была новая, проблем не доставляла, плавность хода великолепная, машина ехала шикарно. 20-25 лет спустя ремонт качественной и полной пневмоподвески на автомобиле стоит дороже автомобиля в среднем состоянии. Под капотом у большого Мерседеса прячется целая плеяда разнообразных больших двигателей. Мои любимые два – это V-образная шестерка, крайне надежная, и рядная шестерка, тоже крайне надежная. Они не убивают автомат и живут достаточно долго. Но если вам предложат купить машину с V8 или, не дай бог, с V12, бегите, оно вас сожрет. Не надо давать ему себя обмануть. Это старый автомобиль, который требует ремонта и обслуживания. И чем лучше будет состояние автомобиля при покупке, тем же вам потом будет проще с ним дружить. А дружить с ним придется. И главное, на что стоит обратить внимание, это удивитесь на документы от автомобиля. Если вам говорят, что эта машина – брата, друга, сестры, бабушки, уходите. Вам говорят, что на машине есть аресты, но их обязательно оплатят после покупки автомобиля – уходите. Вам говорят, что ВИН-номер машины немножечко подгнил, но в ГАИ это не проблема – уходите сразу же. Огромное количество автомобилей, завезенных по серым схемам, машин с кривыми документами, машин, которые никогда не встанут на учет. Как смог вам рассказал, что так и что не так в этой машине, не стоит ее брать за 200 тысяч, не стоит за 300, не стоит за 500, может быть, не стоит и за 800. Хороший 220-й Мерседес – это полтора миллиона рублей. Если мы говорим о хорошем, быстром Брабусе, быстром АМГ с большим двигателем, это 2-2,5 миллиона рублей, а то и 3 за около идеальные, практически музейные автомобили. Это плохая машина в качестве первой. Но если вы в себе уверены, попробуйте. Кто знает, кто кого победит. Я сейчас открою секрет, как за секунду убрать ямы на дороге. Вам понадобится… нет, не гора, асфальта и лопаты, и мощный каток, всего лишь хорошая автомобильная подвеска. Конечно, яснее выебоины никуда не денутся, но вот чувствовать их на дороге вы уже будете меньше. Чтобы устройство, связывающее колеса силовой частью машины, работало как положено, инженеры на заводах долго и тщательно выверяют каждую деталь. А потом рукастые автолюбители берут болгарку и меняют параметры. Зачем? А главное, стоит ли это делать? Сейчас разберемся. Подвеска не только гасит неровности дороги, именно пружины, рессоры и торсионы с пневмобаллонами позволяют управлять машиной. Причем в каждом автомобиле настройки свои. Одни больше подходят для грунтовок, другие для гладкого шоссе, третий вообще для городских магистралей. Получается, заставить обычное авто ехать как спорткар можно просто подпилив пружины подвески. Ну а что? Центр тяжести станет ниже, реакция на неровности жестче и ваша стандартная ласточка превратится в быструю, легкоуправляемую, да еще и за ноль рублей. Эх, если бы все было так просто. Любые доработки подвески это комплексное мероприятие, когда мы должны поменять не только длину заводской пружины, если мы просто обрежем заводскую пружину, то она станет значительно жестче. И амортизатор, который не рассчитан, во-первых, на такую жесткость и, во-вторых, на такую высоту, то есть у него диапазон работы меняется, он не сможет просто отработать эту жесткость пружины. Соответственно, машина перестанет быть управляемой, то есть вы сделаете только хуже. Излишняя жесткость нам не друг. Машина будет перепрыгивать препятствия и в процессе прыжка полностью или частично терять управляемость. Везде нужна золотая середина и точный расчет. Чем меньше вес, тем проще повернуть, разогнаться и затормозить. То есть лучший тюнинг – это снижение массы. Следующий момент – это достаточно жесткая подвеска, чтобы машина могла быстро проезжать дугу и не мешать шинам, скажем так, выполнять свою работу. Но при этом не излишне жесткая, никак на карте. Конечно, под любое покрытие автомобиль должен быть настраиваемым. Как вы поняли, зверски резать пружины не надо. Надо сесть и подумать, где и как вы будете использовать автомобиль. А потом поискать хорошо зарекомендовавшие себя заводские тюнинг-комплекты, какие подойдут именно вашей машине. И под ваши требования можно узнать у опытных автоспортсменов. Так что отложите болгарку, очень вас прошу, и поезжайте на полигон. Тут есть чай «Спокойный сон», очень актуальна для нашей работы. Помогает. Давай то оставим без комментариев. Опять же, это способ ремонта того, что еще чуть-чуть и доедет до места уже нормального ремонта. Кто-то говорит, что двигатель выхаживает миллион километров. Кто-то смеется, машет рукой и говорит о том, что миллион – это несерьезно. Полтора, а то и два. Вот его ресурс. Кто из них прав? Хороший вопрос. Тайны и загадки – вот что любят и дети, и взрослые. А вы знаете, где кроется главная тайна любого автомобиля? В его багажнике. Чего там только не возят. И единорогов, и пылесосы. А для чего это все? И как секрет чужого багажника пригодится вам? Так сейчас покажу. Бесконечные глубины океана. Простор космоса и, конечно же, человеческого воображения. Но есть и четвертая – глубина. Глубина багажников. Чего в них только нет. Александра, что у вас в багажнике? Здравствуй, Ромочка. Тебе все рассказывать? Ну, давайте попробуем. В багажнике у меня САП. Это доска для катания по водной глади реки, моря. Очень мне нравится. Тебе ее доставать? Не надо, я верю. Хорошо. Что тут еще? Тут есть вот горшочки для рассады, например. А где сама рассада? Сама рассада уже выросла. У меня прекрасные багажни. Вот. И что тут есть? Тут есть чай «Спокойный сон». Очень актуальненько для нашей работы. Помогает. Давай то оставим без комментариев. Что еще? Что еще? Надежда, что это лето закончится. Вот кофты. А магнитушитель, кстати. Это из прям… А аптечка? Есть где-то… Возле огнетушителя, который там. Ну, я полагаю, что да. Есть насос, есть тряпочки, есть… Жидкость закончилась. И даже есть жидкость, которая закончилась. Александра? Настольная игра есть. Это если вдруг в пробке, я так понимаю. Настольная игра? Да. С доблестными, стражей, порядка. Сомнительно, но окей. Как вы поняли, это багажник человека, который готов абсолютно ко всем жизненным перипетиям. Хош! Единорожку покажи! И, конечно же… Я ее только прилепила, Ром. Добрая, только что отлепленная единорожка. Будьте, как Александра, ввозите все полезное с собой. Да. Да? Да, прилепи обратно. Че стоишь-то? Гаражные способы ремонта частенько вызывают оторопь у неопытных автовладельцев. Да и у некоторых опытных, чего уж греха таить, а зря. Сейчас покажу замечательный лайфхак из моей личной коллекции. Возьмите в руки бутылку и усаживайтесь поудобнее. В жизни каждого автолюбителя был или будет тот момент, когда система охлаждения дала сбой. А именно, шланг системы охлаждения неожиданно потерял свою герметичность и, например, обо что-нибудь протерся. Но как отремонтировать шланг там, где, казалось бы, отремонтировать ничего нельзя? Сейчас расскажу. Для этого нам понадобится обыкновенная бутылка, которая либо есть у вас в автомобиле, либо обязательно найдется в ближайшем магазине или в мусорке возле магазина. Берем бутылку, отрезаем от нее примерно 5-сантиметровый такой ремонтный кусочек. Отделили днище. И, наверное, вот такого нам хватит. Да, определенно хватит. Отрезали. Теперь располагаем этот отрезанный кусочек бутылки на шланг. Но, как мы видим, бутылка на шланге болтается. Все, что нам нужно, это подогреть эту бутылку. Подогреть ее можно аккуратненько, с зажигалкой, сняв предварительно шланг. Ее можно облить кипятком. Ее можно нагреть феном, но, естественно, его в дороге нет. А еще она самостоятельно уплотнится, если на нее будет капать горячая охлаждающая жидкость двигателя. То есть она самостоятельно заделает то место, откуда горячая охлаждающая жидкость у вас плещется. Ну, так как мы у меня все-таки в гараже, мы, наверное, воспользуемся термофеном. Хотя в дороге его не будет, но для чего-нибудь вам это пригодится информация. Подогреваем. Аккуратненько придерживая бутылку. Таким же образом можно отремонтировать шланг на какой-нибудь редкой иномарке, который уже, в общем-то, вышел из строя, но запчасти пока все еще идут. Шланг на данный момент может дотянуть до СТО. Это реально работающая схема. Давайте отремонтируем в машине все остальное. Допустим, у нас есть какой-нибудь, какой-нибудь цилиндр сцепления от Газель, но на нем нет крышечки. А крышечку очень хочется закрутить, потому что тормозная жидкость у нас впитывает воду и впоследствии уничтожает гидросистему. Берем остатки бутылки. Надеваем. Вот, красиво, красиво. Подогреваем. Подогреваем, подогреваем аккуратненько, прокручивая, ремонтируемую деталь. Прокручиваем, прокручиваем, подогреваем, прокручиваем, подогреваем, прокручиваем. Не прокручивается. Бутылка полностью обхватила то место, где у нас не было крышки, и теперь мы сюда можем прикрутить крышечку обычную. Опять же, это способ ремонта того, что еще чуть-чуть и доедет до места уже нормального ремонта. Но в дороге этот лайфхак вам может пригодиться. А еще с помощью пластиковых бутылок отлично соединяются канализационные трубы, трубы вентиляционные и вообще все, что нужно соединить и что не боится небольшого нагрева. Я надеюсь, что эта информация вам никогда не пригодится, но теперь вы знаете, как еще применить пластиковую бутылку. А на закуску хочу вам показать одно из лучших произведений автомобильного искусства и рассказать о мечте, красоте и бессмертии. Есть единственный путь к бессмертию. И это не философский камень, это увековечивание себя в каком-нибудь шедевре. Увековечил себя Микеланджело, Генди Ворхол, Мадонна со своей музыкой и Бруно Сако. Вы про него наверняка не знаете, но вы наверняка видели его главный шедевр Мерседес W126. Это стальное великолепие жители Советского Союза впервые увидели в 80-м году по временам Олимпиады 80. Тогда их некоторое количество впервые завезли в Советский Союз. Это была абсолютно новая машина, ее представили только в 79-м году, за год до этого. И тогда эта машина была химически чистой фантастикой. Чаще всего машину принято воспринимать именно в движении. Как она едет, как она рулится, что там из опций в салоне. Но эта машина доставляет особое высшее удовольствие просто своим видом. Рядом с ней хочется сидеть и просто на нее смотреть. Даже не ехать, просто смотреть. Эта машина не кричит о своем богатстве и о своей люксовости. Нет. Она даже тихо не говорит об этом наука. Ты смотришь на нее, и все становится понятно. Машина очень скромная и однозначная, но в этой однозначности есть двойственность. Машина для пассажира. Здесь удлиненные задние двери и, соответственно, гораздо более удобный задний ряд. С одной стороны, мне очень хочется прыгнуть за руль и почувствовать, как она едет с точки зрения водителя. Но с другой стороны, очень хочется оказаться сзади, в плену огромных белых кожаных кресел. Огромная дверь. Огромный проем. Усаживаться. Одно удовольствие. Место огромное количество. И кажется, на этой машине можно пересекать целый континент и без какого-либо чувства усталости. Мягкая сила постоянно приходит в голову именно это описание данного автомобиля. Садимся вперед. Удобно усаживаемся, чувствуем под собой прекраснейшую кожу. В руки просится огромных размеров руль. Я не запускал двигатель. Я на ней еще не ездил, но сразу же чувствую эту мягкую силу. Машина говорит о том, что у меня в жизни все удалось. Но не говорит, не шепчет. Я просто это сразу же чувствую. Под нечеловеческого размера капотом находится достаточно, кажется, небольшой двигатель. Рядная шестерка в трех литрах. основная ее особенность в том, что первые, вторые, а то и третьи владельцы данного автомобиля вообще не знали о ее существовании. Надежность фантастическая. Кто-то говорит, что двигатель выхаживает миллион километров. Кто-то смеется, машет рукой и говорит о том, что миллион это не серьезно. Полтора, а то и два. Вот его ресурс. Кто из них прав? Хороший вопрос. Спустя 12 лет производства и почти 900 тысяч экземпляров в 91-м году дипломат ушел на пенсию. Его место занял Кабан, также известный как 600-й. В нем не было этой стати, в нем не было этого стиля. Это была машина для других людей и для других времен. Сам Бруносако говорил, что создать такой же автомобиль не получится не только у него, а ни у кого другого. Потому что 126-й был идеален. Он был мечтой, которая воплотилась в металле. И автопроизводители продолжают мечтать, что однажды в их жизни случится собственный 126-й, собственный идеальный автомобиль. Но он не случается. Музыка